Вы смотрите Тагил-ТВ в студии Мария Железцова, и сегодня у нас замечательные, интересные гости, мастера своего дела, скульпторы Валерий Баталов и Айрат Маглив. Здравствуйте! Вы не тагильчане, сразу всем расскажу, чтобы не сомневались. Валерий Баталов из Невьянска к нам приехал, а Айрат из Уфы. Что привело вас в Нижний Тагил? Ну, вообще так... Работа или отдых? Нет, конечно. У нас симпозиум по парковой скульптуре, в двух номинациях камень и металл. Симпозиум, что это такое в искусстве? Что подразумевается? Ну, если отвечать так, это как совместное времяпровождение, беседы. То есть, получается, мы встречаемся с коллегами, с друзьями, то есть, общаемся, как бы не только общаемся, но и на уровне работы еще общаемся. То есть, делая работы, мы смотрим друг друга, учимся, соответственно. Поправляете? Нет, не поправляем, просто... Сами учимся, друг у друга. Уже такой период уже прошел, когда поправлять уже поздно просто уже. Ну, было, конечно, поначалу, у нас все-таки уже опыт большой, профессиональный. Как давно в своей профессии? Ну, я вот если по камню, так работаю уже 19 лет, общая сложность. А если брать в общей, так тенденция уже 34 года, только, ну, как бы по скульптуре. По скульптуре. А до камня что было? Ну, до камня я, в общем-то, и по дереву работал, и работал просто, ну, как гипс, известняк, такой, ну, мягкий материал. Почему к камню тогда пришли? Почему на нем остановились? Камень, наверное, выбор так был, ну, изначально, потому что у меня даже особенность такая была, что если обычным смотрят, вот я сам смотрю, я сам преподаватель, как бы, если человек просто вот лепит, ну, массу большую набрал, например, от пластилина, и начинает срубать. Все, это видно, что человек по камню на камень, почитан по камню. То есть лишнее срубает камень. Есть же ребят, которые лепят, потихоньку набирают форму, и, соответственно, как-то... Это, да, ну, у них уже более, скажем, бронза там идет, уже отливки какие-то, то есть дерево тоже. А по камню они как-то сразу проявляются, то есть они сразу обрубают, рубят. У меня вот так было, я все ругали преподавателя в свое время, что это именно сначала... Неправильно все делаешь? Да, то есть я не леплю, а рублю все, вырубаю, там, скажем. А камень, ну, не знаю, так как-то пришло само, что ли, любовь к камню. А вы, Валерий, с чем работаете и как давно? Ну, я работаю в 89-м году, закончил Нижне-Тагильское училище прикладного искусства, да, и с того времени работаю. Сначала камнем занимался, потом занялся металлом, ювелиркой, вот, а потом постепенно перешел уже на большие формы с разными материалами, и лед, снег, дерево, камень, песок, сварка, металл, вот, разные материалы абсолютно. То есть вы универсального такого профиля? Да, я больше люблю налепливать, как вот Айрат говорит, не срубать, а наоборот налепливать. Ну, участвую часто в фестивалях, то есть каждый год бывает по пять, по шесть фестивалей симпозиумов в разных точках. Насколько я знаю, в Нижнем Тагиле вот такой проект симпозиум, на который съезжаются скульпторы, он впервые проводится? Да, впервые. А вообще в стране их много? Их очень много, в стране, в мире везде. Почему приехали в Тагилу? Вас пригласили или вы сами изъявили желание поучаствовать? Можно я приеду? Во-первых, это Урал. То есть само слово Урал уже достаточно, что подразумевает, во-первых, камень, и тем более гранит. Здесь в основном-то, вот, все, ну, так скажем, породы гранитоиды сплошные. То есть вот Средний Уральский взять, там карьер, ну, то есть довольно-таки известный по России этот карьер. И оттуда же и гранит привезен, то есть Уральский непосредственно, то есть. И сам Бог велел, как говорится, здесь что-то сделать хоть когда-нибудь. То есть живем на камне, а возим с Китая. Самый парадокс-то, то что давно пора уже что-то делать. Ну, в общем-то, организаторы, ну, в общем, пригласили. То есть здесь, я так понимаю, в совокупе. То есть изначально было... Мы и сами хотели, и отослали эскизы, отобрали наши работы, ну, эскизы отобрали и пригласили. Что делаете в рамках симпозиума? Встречаетесь, общаетесь, или еще какой-то проект вы делаете? Больше работаем. Расскажите о работе конкретно. Сроки очень маленькие. Давно ли вы начали? Ну, сроки очень маленькие, практически, получается, две недели, ну, две с половиной недели. Всего на работу? Да. Вообще, ну, вот, скажем, да, две недели. Вот если по металлу они еще как-то справляются с этим сроком, то по камню, особенно по граниту, там... Там хотя бы месяц. Маловато, маловато, потому что, конечно же, мы старались вот за эти сроки, то есть, почему были точечно выбраны, скажем, мастерами, ну, конкретно, то есть профессионалы, так скажем. А почему? Потому что сроки маленькие, только профессионалы... Мало кто сможет это осилить. Ну, не то что осилить, а справиться с этой задачей, так скажем. Вот, поэтому мы были как-то точечно приглашены, наверное. Конечно, желающих, возможно, было больше приехать. Фестивали, они учат быстро работать. То есть, сроки ограничены, и приходится, ну, привыкать, то есть, учиться быстро работать, то есть, заканчивать работу. А когда в творческе работаешь, там долго можно доводить до ума, доделывать работу, а здесь все-таки приходится раз и закончить. Вот, кстати, хорошо, что вы начали эту тему. Мне кажется, люди искусства, у них есть такая проблема, они не могут закончить ни одну свою работу, потому что что-то все время не нравится, что-то надо переделать. Вы с этим сталкиваетесь? Или есть, я уверена, что есть такие люди, которые закончил работу и все, никаких переделок больше, категоричные? Ну, скажем, вот, в своей специфике по камню я скажу так, что камень, он сам по себе, особенно твердый, он... Если сделал, то уже не исправишь. Да, уже не исправишь, и там, то есть, если что-то сколется, уже не приклеишь, так скажем. Вот, и там, конечно, ответственность такая. Это раз. Второе, то, что камень, он сам, как бы, ну, то, что он твердый, он не дает возможности такую, чтобы это сделать быстро, во-первых. Или там каждую, как бы, проверенных, ну, то есть, какой-то надпилы. Ошибаться нельзя. Да, то есть, ошибаться нельзя. То есть, там постоянно нужно думать, думать постоянно. Вот. И камень нельзя насиловать. Вот, разница в том, что его, чем меньше, то есть, насилие, то есть, подчеркнуть его красоту, то есть привести то есть довести какой-то алимент красиво там все оставить это в диком варианте где-то еще что то есть камень он дает возможность вот не переработать лишнего так скажем тем более если сроки какие-то определенные как бы стараясь уже композицию подбирать такую и сам камень диктует композицию какую вы выбрали композицию у меня композиция будет две орел и медведь еще натуральную личину две а вы говорите такие сроки маленькие две композиции я вам объясняю что это все зависит от профессионализма то есть можно если маленьких я мог бы за 10 часов каждую сделать насколько они большие натуралку натуральную величину то есть орел натуральную величину а вы что делаете я делаю из металлолома даем вторую жизнь металлу вот я делаю велосипедиста артамонова который изобрел нижнетагильский мастер изобрел велосипед артамонов вот и будет велосипед на велосипедиста металлолом собирали здесь уже или с собой везли из Нильянска нет металлолом мы ездили здесь в нижнем тагиле на базу нам любезно помогли не помню как называется металлобаза но очень благодарны помощи и помогли экранам и вытащить какие-то мы сами вот приходим в такие вот места металлобазы где уже отработанный металл и подбираем ищем вещи какие-то которые нам подходят для нашей композиции это трубы-бачки насколько я знаю даже среди скульпторов работающих с одним материалом есть определенные категории кто плавит металл кто там склеивает что-то кто гнет правда ли это? ну конечно есть разные способы обработки техника это? техника, да техника металла в смысле работы с металлом можно делать из нового металла можно сделать из металлолома можно делать из проволоки можно делать литье металл дает очень широкую из камня вот он все-таки сложный материал из камня я вам расскажу очень смешную вещь а металл можно разным дело в том, что я участвую очень много в фестивалях в симпозиумах приезжают скульпторы например один из дерева режет другой из металла третий делает там лепит и дается им мрамор и что получается в итоге кто лепит у него получается мрамор, ну лепной кто говорит по дереву у него получается деревянный ну мрамор то есть дерево то есть вот спецы почему например почему приглашаются то есть специалисты по камню которые по камню работают потому что некая извилина такая вот вырастает в голове то есть там во первых и лепишь уже под камень и эскизы под камень и уже ты чувствуешь камень там пластика другая то есть вот нюанс такой что вот сейчас ребята там тоже с Тагилой вот работают там Сергей и Алексей они работают то есть тоже в Тагиле ну маленькой то есть занимаются маленькой пластикой мелкой такой пластикой все когда им дали вот этот гранит большой блок все они плюхнулись так скажем немножко ну тихонько-тихонько начали как-то вот мы им подсказом говорим там как бы есть профессионалы поэтому там то есть камень это такая отдельная специфика это отдельная если научился то все уже не перелешь ее не сделаешь ее другой вот если он металлом даже занимается он не сделает камень это уже не получится камень это получится металл там не все что угодно но не камень когда заканчивается симпозиум и когда ваши работы будут готовы уже 25 числа у нас закрытие фестиваля где самое интересное это где ну проходит все это на площадке музея изобразительного искусства сейчас ведется работа это вот по металлу по камню другая площадка тоже 25 также ну у нас просто проект возможно еще продлится частично потому что связано опять же с обработкой камня то есть немножко не успеваем на самом деле вот и тем более сегодня вот как нам приезжают ну как с отдела культуры там конкурирует смотрят площадку сегодня мэр приезжал у них это ну как это бывшая демидовская медиплавильная как бы завод на территории вот этого завода там получатся мы делаем каменные работы и там они будут располагаться да но они же и спонсоры еще вот то есть они же и спонсоры то есть они во-первых привезли камень они обеспечили инструментом то есть выпитанием ну всеми блогами как бы и жильем тоже соответственно затем работы выставят на блонабережную которую сейчас вот реставрируют вот и там они будут находиться постоянно здорово понятно прервемся на небольшую паузу и сразу после рекламы продолжим тагил тв на ваших экранах и мы продолжаем наш разговор со скульпторами вот мне интересно какое ваше мнение что важнее точность исполнения работы или ее эмоциональность вот то что она передает что важнее вас для вас как для я думаю больше все таки что передает эмоционально как она влияет на зрителя то есть мы-то работаем же для зрителя поэтому больше все таки эмоции преследуются и как вообще и как передать эти эмоции есть ли какая-то специальная техника у скульпторов вот чтобы передать радость чтобы это было понятно любому человеку чтобы передать восторженность там что-нибудь такое ну это язык пластики то есть пластическими приемами а у вас с камнем наверное сложнее работа и в том и в другом аспекте нет в камне все немножко так кардинально как бы резко все это во-первых экспромт работает то есть там наоборот как можно чтобы диковатости вот это первозданность что природу создала там только чуть подчеркнуло и все то есть экспромт полный там вот а настроение ну как как его передать оно его не передашь его это ты его сам создаешь ну то есть вот сам что камень иногда вот камень ну такой бывает ну вообще невыносимо просто что там передашь весело что ли да нет конечно ну так где-то подчеркнешь его просто красоту и на этом остановишься а как вы относитесь к ну таким зрителям которые негативно реагируют вот недавно совершенно было произошел случай на манеже что разрушать стали экспонаты слышали об этом нет нет ну не смотрят телевизор негативно настроенные пришли ну смотря какие работы же были может я тоже пошел то есть это допустимо как вы считаете разрушать ну конечно я думаю если они реально вот ну как если бы кто-то негативно отнесся к вашей работе не знаю пнул ну я я как бы если вот кто-то бы даже отнесся негативно это встречается на каждом шагу в общем я считаю что если работа сделана примитивно сделана плохо то люди они у них интуиция эстетика в общем-то развита от природы то есть сам виноват да конечно только сам виноват больше никак не бывает вот негативно как а часто бывает разрушают даже от радости объясните я плохо себе представляю такую ситуацию ну ситуация такая что людям нравится они хотят сфотографироваться особенно вот песок или вот лед там такое вот и они готовы залезть на голову что сфотографироваться убрать голову да 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 вот это такая вот эмоция радости индивидуальный стиль как его добиться чтобы твоя скульптура была не похожа ни на чьи другие ее сразу узнали ну это много работать у вас он есть вы можете точно сказать есть определенный да конечно как вы его добивались не знаю он либо есть либо нет ну а как можете его охарактеризовать тогда чтобы мы вашу работу точно узнали ну вот я как раз таки больше работаю по тому чтобы именно какие-то такие вот вещи налеплены как вот Айрат говорит что он срубает то есть много деталей в ваших работах да какие-то детали какие-то вот такие вещи а у вас Айрат более игрушечные может такие какие-то сказочные я как-то стараюсь ну нет мой стиль-то отличают все его сразу отличают на любой выставке он как бы уже сформировался вот у меня ну как-то вот в свое время когда еще ленинский план монументальной пропаганды то есть документальное воспроизведение событий вот когда требовали определенной эстетики соответственно грамоты мне просто подарили книгу немецкого скульптора это барлах такой есть вот еще есть Кетти Колвиц это график и вот я просто влюбился в это все как-то мне это понравилось я пошел в этом ключе работать и очень долгое время вот ну как бы работал в таком немецком стиле так скажем что это значит для людей которые далеки от скульптуры там язык такой вот скажем язык пластики что там он очень держим там лаконичный и одновременно там он цельный оно в немецкой скульптуре то есть немецких авторов там скажем это все есть у них очень мощные такие ну как бы работы вот это конечно у меня сильное впечатление такое в те времена еще в савдеповке так скажем сейчас наверное проще работать чем в СССР не тоже проще просто она вот этот мой стиль оно и выдало вы вот Орла все увидите все приходят говорят все в немецком стиле ну не знаю в СССР тоже было очень много хорошей школы и работы скульптором хватало а сейчас сейчас сложнее найти заказчиков а вы работаете на заказ вот кроме фестиваля конечно я не работаю на заказ только по вдохновению нет я как бы союз художников соответственно я выставляюсь делаю выставки различные а вы работаете интересно узнать о необычных каких-нибудь заказах вот что приходилось такого нестандартного ну нестандартного делали вот лукоморье из бетона дуф кота там лешего русалка ну вот такой был заказ интересный почему из бетона вот больше ассоциации как раз к дереву лукоморье ну вот надо было чтобы это было стояло долговечное такая монументальная такая вещь большая вообще много у вас работ есть такое что подсчитываете да нет ну вот по камню можно посчитать потому что их не так много работ вот мы делали я вот с коллегами делали ангела он сейчас находится в епархии в Терембурге это тоже был очень хороший интересный и такой благостный заказ мы его делали два с половиной месяца он 2,40 высотой ангел и цельного камня очень такой хороший заказ интересный еще был ладыка Викентий где увидеть можно ваши скульптуры кроме Тагила в котором вы сейчас делаете в ваших городах родных наверняка тоже много ну вот я говорю в Екатеринбурге ну и я чаще работаю вот по льду то есть это сезонные такие скульптуры да по льду не жалко нет песок тоже все такое временно бетон дерево деревянные работы частных коллекций вот и различных симпозиумах вот есть музей деревянного зодчества под Рязанью там очень много работ там тоже можно посмотреть а ваши работы у меня в основном по всей стране ну почти просто переселять долго очень много а за границей есть ну одна работа только есть одна только работа а так ну в основном получается это от Санкт-Петербурга до Тюмени вы так легко к этому относитесь в Казахстане есть вот у меня работа тоже был симпозиум и сейчас наши работы стоят в городе Актьюба вот в парке первого президента там может посмотреть нет ли вот этой вот гордости что ли за свое творчество за свои работы вот это сделал я вы говорите что ваши ледяные песочные скульптуры ну и что что они потом растают и разрушатся да ничего страшного а увековечить себя ну допустим вот мы же делаем из разного материала а песок и лед это в принципе тоже даже интересно что работают они в какой-то момент стоят и потом уходят такой своей жизнью ну что там это как каждый должен сделать свою мадонну при жизни это как леонард да винчи скажем свою мадонну там ну в общем я так считаю что вот был у меня интересный ну как бы работа такая интересная это свято-тройский монастырь мужской я там 4 месяца делал трон господний он там сейчас за иконостасом стоит 2 метра 4 сантиметра он там где-то высотой с цельного 9-тонного блока то есть мрамора там который был ну до как добыли его 70-метровой глубины то есть под землей ничего себе то есть это ваша мадонна ну да как бы я вот практически сколько буду жить там умру дети стоять и стоять причем он сделан в стиле 12 века там владимирский храм в основном за основу взят в серебро-рельефной части с владимирского храма они как бы там в этом троне такой вопрос у меня еще возник вот все-таки парковая скульптура которой вы сейчас занимаетесь на симпозиуме как можно меня всегда удивляло что некоторые скульптуры становятся действительным съездом то есть поводом чтобы приехать туристам в город посмотреть сфотографироваться потереть нос кому-нибудь там бросить монетку вот как добиться этого чтобы скульптура стала легендой чтобы паломничество началось туристов больше скульптур чтобы вот и все то есть количеством брать конечно потому что количество перетекает в качество а почему тогда только некоторые скульптуры например интереснее чем другие к ним съезжаются туристы и готовы фотографироваться можно я скажу вот мы когда начинали вообще вот все эти эпопеи ледовые так называемые она началась в общем-то сначала в Москве и приехал Кэн Колорадо американец с Джорджем Вудлом они говорят вот у вас зима такая лед там почему нет городков тогда еще ничего не было и первый фестиваль вот провели в Перми в Перми прошел его конечно там 7 работ было все же сделано и сломали на следующий день сломали все сломали вот но на следующий год вот я как раз приехал второй год уже в фестивале вот и там приехало практически 90% это были профессиональные скульпторы там закончил Репинск Строганов там то есть тогда не было мы за свой счет приехали пилеты там значит туда и обратно там не было призовых там ничего не было там мягкие игрушки так молодцы что приехали да медали мы как бы вот это все ну как пошло пошло тихонечко и потом в итоге это все вот начало уже ну как прогрессировать по всей России сейчас уже сейчас сложно представить что нет ледового городка и зритель воспитывается вот с ним я познакомился как раз вот первый фестиваль был в Екатеринбурге когда там это был такой Игорь Белов он как бы приехал в Пень как раз и всех там значит нас это созвал давайте приезжать в Екатеринбург значит на фестиваль в 2003 году то есть сначала вот было такое поэтому вот сейчас то же самое если у нас пойдет это все то есть вот мы как бы начали вот это ну как направление задали если в Тагиле ну скажем администрация в общем мэр там и так далее можно очень интересных им понравится скульпторов из-за границы то есть повторять эти симпозиумы нет просто да могут приехать уже то есть различные скульпторы которые в общем и внесут эту эстетику каждый свою ну при выборе то есть люди будут уже выбирая там что ближнее с кем фотографировать да что гладить что там ну как бы соответственно и зритель воспитывается один год ломают мы попробуем год не ломают у меня есть мнение мне кажется что для того чтобы скульптура действительно привлекла внимание именно туристов которые знают они слышали хотят найти где она в городе находится и сфотографироваться должна быть легенда какой-то такой миф либо о герое который изображен либо о месте на котором он находится может быть придумать легенду и тогда интерес точно возрастет бывает по-разному где-то легенда где-то сама работа привлекает может сама легенда появится здесь есть божевские сказы достаточно это даже вот уже легенда по всей России в общем-то сказы божев все знают соответственно вот это лени ручей так называемые тоже знают их про них как бы на слуху все это вот а сам по себе Тагил это я считаю что вот может быть это будет самый крутой город со самыми крутыми работами я тоже так считаю поэтому я думаю что будем надеяться что вот наш пилотный проект он продлится и будет много работ в Тагиле разных художников интересных что ж да спасибо вам большое за беседу интересную желаю вам успехов в дальнейшей работе здесь всем привет спасибо Тагилову спасибо спасибо всем спасибо спасибо Продолжение следует...